Вопросы бюджета, итоги Секубанского субботника, а также мероприятий по противодействию распространения карантинного вредителя коричнево-мраморного клопа и подготовку к православному празднику Христового воскресенья обсудили на расширенном планерном совещании в администрации района. В заседании приняли участие заместители главы района, руководители управления отделов, главы поселений. О повышении доходной части бюджета доложил первый заместитель главы района Александр Демченко, рассказывал о работе бюджетного учреждения «Безопасный город». Особое внимание на планерном совещании уделили подготовке предстоящего празднования Светлого Христового воскресенья и Дня поминовения усопших. Пасха – один из главных праздников для православных. 8 апреля во всех храмах пройдут торжественные службы. Также в этот день многие отправятся на кладбище. Главная задача местных властей и силовых структур – обеспечить безопасность, говорит глава района. Его заместитель Александр Семеряков доложил о том, какая работа по подготовке к праздникам уже проводится. Основное, какие моменты хотелось бы поставить задачи, это, конечно же, безопасность проведения данных мероприятий. Поэтому каждый глава поселения, мы, конечно, обращаемся к начальнику отдела внутренних дел, к руководителю, оказать содействие и помощь, организовать всё на самом высочайшем безопасном таком порядке, с привлечением не только отдела внутренних дел, но и Министерства чрезвычайных ситуаций, и здравоохранения, и на территории города воинской части. Необходимо, конечно же, навести, о чём говорил Владимир Владимирович, санитарный порядок не только на прилегающей территории, но и на самом кладбище, на самих кладбищах. Если будут закрываться кладбища, об этом надо сообщить через средства массовой информации, довести до жителей на сайтах своих администраций, на районном сайте, чтобы люди понимали, организовать вывоз того или иного мусора, который находится. Естественно, в этот день приезжает много гостей из других регионов, или из Краснодарского края, из других муниципальных образований. Поэтому и въездные группы, особенно, конечно, если касается города, они должны быть все подготовлены, выберены, должен быть порядок, потому что Пасха – это большой праздник. В крае также объявлен 17 апреля выходным днём. Это день поминовения усопших или Радоница. Как и на Пасху, в местах массового скопления людей будут нести усиленно дежурство полицейские и казаки. А военнослужащие войсковой части 3219 при помощи кинологов обследуют места, где будут проходить мероприятия. Ту расстановку сил и средств нужно продумать на своих рабочих группах, совещаниях именно с правоохранителями, чтобы было общее понимание, где будут находиться посты дорожно-патрульной службы, где будут находиться на ряды при взаимодействии с казачьими нашими народными дружинами по охране общественного порядка, договориться с воинской частью, чтобы они прошли совместно с отделом внутренних дел на моменты, как правильно сказать, заминирования, ну, с кинологами, с собаками пройти по городским и сельским кладбищам. От качества подготовки к пасхальным праздникам зависит настроение жителей района. Игорь Чигаев отметил, что все должны быть заинтересованы в том, чтобы подготовка прошла на должном уровне. На сайте администрации района сообщается, что в связи с проведением пасхальных мероприятий будет организована доставка граждан на городское кладбище 8 и 17 апреля 2018 года по следующим маршрутам. Номер 1 – остановка родина – городское кладбище. Номер 2 – микрорайон номер 6 – магазин «Люкс» – городское кладбище. Номер 3 – поселок Прохладный от средней школы номер 10 до городского кладбища. 8 апреля проезд бесплатный, а 17 апреля проезд на общих основаниях, то есть платно.